Файт Ревью Это хроника ярких побед латвийского спорта Файт Ревью Катим Это история Боксинг И сегодняшний день боевых искусств Кикбоксинг Грэплинг От самых древних Банкрадионов И до самых собреган ММА Файт Ревью Интервью с победителями И уроки самообороны Воспитание у молодежи Силы духа Воле Стремление к победе Файт Ревью Не пропусти Будет жарко Всем привет Очередной выпуск Файт Ревью И сегодня у меня в гостях Андрей Маслов Тоже, наверное, много представлять не нужно Это бессменный руководитель Основатель лидера клуба профессионалис Кузницы наилучших, наверное, бойцов ММА У нас в Риге, в Латвии Да и не только Андрей Маслов Привет Добрый день, всем привет Ну, немножко о клубе Сколько лет существует? Как зародился? Кто стоял у основ клуба? Немножечко историй Что было? Сколько лет? Как это все происходило? Ну, так, если припомнить Юридически мы, наверное, существуем уже 5 лет Наверное, 6-й год сейчас пошел И была, как всегда, группа энтузиастов Решили развивать Попробовать развить бойцовский вид спорта То есть, изначально это были я И Гат Исабела, это мой напарник И вот вместе начали И до сих пор идем вместе Плечо к плечу И сначала в зале было полтора человека То есть, когда начинали Вот так вот По чему специализируется клуб? Вот главное направление То есть По каким видам выступаете? Да, скажем так Выступаем по бойцовским единоборствам На данный момент они не олимпийские И чем мы занимаемся Это, если брать борцовские виды спорта Это грэплинг Сейчас начали развивать бразильское джиу-джитсу По ударке мы развиваем кикбокс Бокс И, конечно же, клуб Скажем так Стержень Изначально мы развивали ММА И все остальные единоборства Это дополнение как к ММА И поэтому, конечно, и цель была Развитие ММА в Латвии у нас Он один Клуб является один из крупнейших, наверное Ну, на данный момент Взгляд со стороны То есть, одним из крупнейших И одним из популярнейших На данный момент в Риге и Латвии Причина почему? Ну, мы стараемся Мы любим свое дело Свою работу Своё хобби, можно так сказать И здесь, наверное, все-таки секрет очень простой С самого утра мы встаем И занимаемся своим клубом Думаем о нем Делаем какие-то проекты Физически тренируем Идем дальше И это вплоть Не важно Это может быть суббота Воскресенье Семинары Соревнования То есть, мы живем этим делом И нам нравится это Мы любим это Сколько тренировок в день? В день у нас сейчас Где-то 3-4 тренировки Ну, это начиная с маленьких детей И заканчивая взрослой командой И командой там Сборной Ты один из немногих на данный момент Выступающих тренеров Как долго ты в спорте вообще? Ну, в спорте долго Начинал с легкой атлетикой Да, получилась такая Может быть, неплохая база Так что рекомендую заняться легкой атлетикой Для начала Ну, если ребенка отдает в спорт А потом уже начал интересоваться боксом Вольной борьбой То есть, когда это на переломе Там не было еще там Смешанных единоборств Было вот один ударник Другой борец И я там одновременно ходил И на вольную борьбу И на бокс И как-то уже, наверное, лет 20-25 я в этой теме А в Кудо? Выступал в Кудо Опять же, у нас в Латвии иногда происходит все спонтанно Все случайно И по многим единоборствам я ездил и учил правила в самолете То есть, в Кудо меня взяли Занимался в клубе Саторио Александра Основича И ему позвонили, спросили Есть ли у тебя кто-кто хочет побиться Чемпионат Балтии был Открытый чемпионат Балтии Это происходил в Таллине И я решил побиться По-моему, стал четвертый на Балтии Была большая конкуренция Потому что приехало очень много с постсоветского пространства людей И через какое-то время мне позвонили Есть чемпионат мира в Японии Не хочешь ли ты попробовать? Я когда узнал, что это Япония Мне было все равно, какой вид спорта Кудо, К1, ММА Я в Японии не был И поэтому я, конечно же, сразу согласился Подучили правила, подтренировался И так вот попал на чемпионат мира И какой результат? Стал пятым Пятым на чемпионате мира И, в принципе, в Латвии, по-моему, до сих пор Довольно высокий результат Кудо Но у нас Кудо уже не развивается Очень жаль Красивый вид спорта Очень динамичный И очень, скажем, для зрителя Очень интересный вид спорта И поэтому как-то вот Но утих Мы хотели, пытались развивать Но у нас пока не получилось Вот Опять-таки взгляд за стороны Кимоно Вот эта маска стеклянная Чем отличие от того же ММА и Панкратиона? Куда? Ну, отличие есть Голые руки, голые ноги Если мы говорим о любительском виде спорта То есть Панкратион Есть опять же таки Профессиональный Панкратион Профессиональный ММА Мы говорим о любительском Есть защита Здесь защиты нету Руки в принципе бинтуются Это такие накладки Чтобы не поцарапать маску соперника Они в принципе Чтобы не сохранить свои руки И голые ноги без защиты Неудобно Шлем Шлем потеет Ничего не видно Дышать ужасно плохо Поэтому профессиональные кудаисты Они бегают в шлеме Живут в шлеме То есть вот все происходит в шлеме Ну, а техника Кудо Без Скажем так Без границ Можно делать практически все, что хочешь И сейчас, как это происходит Во многих соревнованиях Есть Или ты сделал субмишн какой-то То есть до полной сдачи соперника Это может быть нокаут Или болевой Или удушающий прием Или нет То есть у меня в полуфинальном чемпионате мира Я бился с японцем Который был пятикратный чемпион По хокутоке у них Это называется В абсолютном весе Он был очень хорошим Потом стал третьим В итоге он выиграл У меня всего лишь один балл Бросал, ломал Ничего у него не получалось Вот у нас была такая своеобразная ничья Эта маска Она реально защищает лицо от повреждений? Конечно, да В этом плюс Человек работает в банке Человек работает клерком Да У него маска У него руки не разбиваются Голова Остается целая Целая, да Он работает лицом У него все в порядке Да Это немаловажно А вот самому По многим видам спорта выступал Ну, по бойцовским видам я выступал Да Какой ближе, наверное Какой интереснее Какой, ну, приятнее, скажем так Какой больше располагает к себе? Ну, скажем так По профессионалам я не выступал Можно сказать, ни разу Да Я выступал все время По любительским дисциплинам То есть, наверное Для меня ближе всего Было это боевое самбо И, то есть Опять же, кимоно Опять же, борьба в партере В стойке В принципе, можно делать Практически все Если я не ошибаюсь Даже удар в пах Да Ну, это, конечно же Спортсмены очень этичные люди Поэтому этика какая-то соблюдают Спортивная То есть, в пах Не видел, чтобы били Но практически можно делать все Мне ближе боевое самбо Вот, ну, скажем так А последняя победа По-моему, была по грепплингу Довольно громкая, да? Последняя победа Ну, скажем Я выступал Последние годы по ветеранам Да В молодежь я уже не лезу Со всем уважением Может быть, даже кого-то и выиграл бы Но это тяжело уже И, конечно же, конкуренция Очень много молодых спортсменов Не только в мире Но и в Прибалтике В Латвии С которыми тяжело бороться Тяжело стать в парах На тренировках может получаться А на соревнованиях это другое Поэтому я вот сейчас, скажем так Для себя развиваю И развиваюсь В грепплинге В бразильском джиу-джитсу И даже год назад Если я не ошибаюсь С Сергеем Домниным Мы ездили на чемпионат мира По панкратиону Да Ну, тоже по тяжелой дисциплине И там Но по ветеранам Да, я побился И стал чемпионом мира А клуб ведь входит В федерацию панкратиона, да? Клуб входит, да Мы даже не сотрудничаем С федерацией панкратиона Мы одна из части Федерации панкратиона И опять же Клуб ориентируется На профессиональных спортсменов Но без любителей Профессионального спорта Ну, это мое мнение Быть не может Поэтому федерация панкратиона Через это, да, доброти вину 300 боев Ему 18 лет И он в федерации панкратиона Один из лучших бойцов И вот это уже готовый профессионал Сколько Обратно, вот поближе к клубу Сколько сейчас выступающих Реально боеспособных ребят Которых можно выставить? Опять же Если взвешивать У нас есть профессионалы Есть любители Да Ну, профессионалы В профессионалах Которых вот сейчас Можно отвезти На международную арену Ну, может Наберется человек 10 Для Латвии Да, для Латвии это много Это много Ну, опять же У нас профессионалы Это люди, которые тоже работают Они тоже учатся Они тоже думают Как им жить И чем заниматься И, соответственно Просто параллельно тренируются Редко профессионал Который живет только спортом Вот, к этому вопросу То есть у нас Мы уже поднимали его И с Манвелом И с Сергеем Домниным То есть у нас В принципе Тяжело быть профессионалом И зарабатывать на этом деньги Человек должен еще и работать Да Чтобы позволить себе тренироваться Я не могу не согласиться Но есть другая сторона медали Опять же чемпионат мира Токио Кудо После чемпионата мира Мы собрались Там в этом додзю Где происходит все Кудо Чемпион мира Он парень Молодой японец Он вчера стал чемпионом мира И сегодня он в офисе Вот у этого сенсея Моет пол Вот как У них опять же Менталитет очень другой Да И спрашиваешь Ну наверное ты чемпион мира Ты тренируешься Наверное три раза в день Нет он тренируется Три раза в неделю Вот как Потому что у него учеба У него работа Может быть две работы Или там И плюс И плюс И плюс И еще что-то То есть Кто-то может себе позволить Тренироваться Три раза в день И это профессиональный спортсмен Если у него есть спонсоры Да Но если говорить о спонсорах Если у нас человек звезда У него спонсоры Конечно же Скорее всего будут Но если молодой проспект То спонсоров найти тяжело Его никто не знает И он надо раскручивать Ну это логично Ну логично Да У нас Поскольку это не олимпийские виды спорта То есть поддержки от государства Практически нету никакой Да Что-то выделяется Как-то вообще Что-то выделяется Выделяется Где-то помогает Рижская дума Где-то помогает Опять же таки Мы говорим о Рижской думе Ребятам помогает Много самоуправления Это если мы возьмем Кулдыгу, Лепы Даугав Я знаю, что да Помогают, чем могут Нет так, что не дают ничего И даже не олимпийскому движению Помогают По мере возможности Ученики Да Ну, Даник Весненок Да Кто Вот кого можно выделить Вот кого бы ты выделил сам Самых перспективных Самых Ну, Даник Весненок Не без обсуждений Да, он бьющийся постоянно По-моему Ну, Даник Весненок Да, Даника мы сейчас ведем Сколько он тренируетесь Так, Даник довольно-таки Вот, Даник пришел С дзюдо У него была борцовская база Он еще в юношах Занимался дзюдо Решил поменять направление Заинтересовался панкратионом Заинтересовался ММА И вот И на данный момент В принципе профессионально Он занимается Три года Три года Сейчас мы Дай бог Потихонечку Готовим трамплин В профессиональный вид спорта В профессиональные ММА Да И вот Стараемся вести спортсмена Что очень редко вообще бывает Не только в Латвии Спортсмена надо уметь вести И стараться сделать Благополучную атмосферу Вокруг этого спортсмена Я не говорю, что мы это умеем Мы сейчас пробуем Как получится Это сложно сказать Тут еще такие, наверное, нюансы Что все-таки Как бы, ну, грубо говоря Не поломать спортсмена Какими-то ранними победами Сложными соперниками Да И бесперспективными боями То есть без шансов Да Да, то есть Здесь Мы сами прослеживаем Все бои Анализируем Мы вместе работаем Как большая команда Смотрим соперников Потому что Человек проходит Профессионалы И в профессионалах Конечно же Совсем по-другому Это не олимпийское движение Это не любительский спорт Где есть сетка Человек приехал на соревнования 21 человек у него в весе И вот он знает Кто с кем как И вот это однозначно Бой будет Если он хорош То, что финальный бой Можно анализировать Здесь же по-другому Мы можем сами Выбирать спортсменов На данный момент Да То есть в принципе Это делается не секрет Это делается везде В мире То есть спортсмен готовится Определенно на конкретный бой На конкретного человека Вот разница Именно в ММА Между профи И любителями Вот в правилах Может быть проведение боев Да Ну я имею ввиду Кроме защиты Кроме щитков Вот какая еще разница Какие еще отличия Ну в любительском ММА В принципе в любительском ММА Тоже может и нету щитков Да Вот у нас Тогда в чем разница Бои в арене Рига Разница лишь в том Что правило Нельзя бить в голову Лежащего человека Да Вот и все Длина раундов Длина раундов Да То есть Если мы говорим О таких В рамках там UFC Там Милатера Или Strikeforce То есть профессиональных уже Сеток Где есть профессиональные ММА Там 3 по 5 В любителях 3 по 3 3 по 2 2 по 3 То есть Нету такого стандарта Да Последние бои Даника И какие были Какие предстоят Даник провел В арене Рига Если не ошибаюсь В большой арене 3 или 4 3 боя Да 2 выиграл 1 у него ничья До этого мы были На большом турнире Кеокей Это в Литве Там он одержал победу Болевым приемом И сейчас у нас в планах Что через 2 недели В арене Рига У него будет бой По правилам Сэми-про Это любительские правила За титул чемпиона Балтии С литовцем Это какая-то защита Сэми-про или Нету У него есть Вакантный пояс По Сэми-про А именно Защита нет Не защита титула У него защиты нет На ногах На руках Простые перчатки ММА И соответственно Он не может бить Соперника Сверху в партере Вот Без добивания Без добивания Без удара в партере По корпусу Да Все возможно Что соперники Известно А вы за этот пояс Соперник известен Соперником Даник уже бился То есть Предыдущая Или через Полгода назад В арене Рига Вел бой Дали ничью Ну Судя Судя Не судя Дали ничью Бой Был Скажем так Хороший Соперник Неплохой До этого С этим соперником Бился наш Михаил Анисимков В Литве То есть соперника Мы знаем Единственное Что Даник У нас легковес А категория 69 кг Даник Немножко Легче На 4 кг Что в профессионал Полу профессионал Это уже большая разница Да Так и поэтому Бои быть Мы готовы Так что приходите Все в арену Ригу Поддержать Даника Обязательно Это будет последний бой Его Мы так задумали Что это будет Последний бой Именно по любителям До трамплинов Профи Да Это будет любители Это будет последний бой Бой за титул чемпиона Балтии И дальше мы уже будем стараться Вести его уже по профессионалу Сколько Данику лет на Дану 18 лет 18 Кроме Даника Кто еще Просто что заметил Да Очень многие ребята То есть которые Раньше тренировались В других клубах И они уже титулованные Они уже бьющиеся Они уже очень известные Да Сейчас оказались в профессиональности Почему Ответ Я не могу сказать Что у нас Лучше тренируют Хуже тренируют На что-то же идут Идут может быть Потому что есть один Который уже Что-то достиг И второй тоже Третий хочет присоединиться К ним Чтобы работать вместе В сильной команде В сильной команде Наверное так Хотя у нас между клубами Нет разногласий И любой спортсмен Может приходить Тренироваться На любую Технику То есть бокса Кикбокса Борьбы Грэплинга Джиу-джитсу И представлять Свой клуб То есть Что у ребят Как они Человек пришел Конечно же Мы не отказываем У нас есть еще договоренность Мы предварительно Спрашиваем у тренера Спросил он не спросил Сейчас очень много Молодых проспектов Которые пришли Там надеемся Что у них Пойдет карьера В профессиональном ММА Вот кроме Дани Какого еще Тогда можно выделить Из молодежи Сергей Ефимов Да Если будет без травм Если все получится Представитель Федерации Панкратиона Занимался Всю свою жизнь Если не ошибаюсь В клубе Севарч Очень грамотный Боец Очень подготовленный 17 лет еще Известен Если все получится То будет Очень хороший Боец Который может Показать себя На мировом уровне Виталий Мельников Давно профессионалис Виталий Мельников Да Уже год С Виталиком Виталик уже Два раза Был на чемпионатах мира По любителям Виталик Уже от профессионалиса Да Последний раз От профессионалиса Последний раз Он Наверное еще был Два раза На чемпионатах Европы Если не ошибаюсь Уже по ММА Ну и опять С Виталиком Мы от ММА Немножко сейчас Отдаляемся Да И хотим попробовать Раздел боевое самбо Вот как Сейчас он едет На кубок Харлампиева Это кубок мира Приехал с Белоруссией На кубок президента Белоруссии Неплохо отборолся Проиграл по баллам Из-за того, что Спорт не новый Для него новый Немножко мы Не распределили Скажем Бой не распланировали Именно как набираются очки И Виталик сейчас Готовится Вот на кубок Харлампиева Это в Москве будет Это опять же В рамках Кубка мира По боевому самбо И вот Надеемся Что у нас В планах на Виталик Этот год Это чемпионат Европейского союза Да По боевому самбо Чемпионат Европы И потом чемпионат мира Хасан Межиев Хасан Межиев Да Извинись Скажу про Виталика Виталик сейчас Если все получится Будет выступать Через месяц В Саудусе Будет праздник города Это GFX Fight Да Это Сьянис Айсекс Организовывает И сейчас С Янисом Делаем бой Мельников И Азамат Мустафаев Который бился В свое время В арене Рига С Эдгаром Скриверсом Потом Переспорили решение Бой был равный Там Эдгар выиграл Азамат выиграл Было сложно сказать Да И в итоге В итоге Дали победу Эдгару Потом отняли Дали победу Азамату Азамат Очень хороший проспект Сейчас Планируют Заключить договор С польским КСВ Это очень большая Широкая лига ММА Профессионального И вот Мы предложили Сделать бой Среди любителей В Саудусе За титул Чемпиона Балтии Так что Посмотрим Надеюсь Тоже приезжайте Саудус Поддержите Своим Итак Хасан Межиев Хасан Межиев Хасан Межиев Опять Это яркий пример Федерации Панкратиона Боец Скажем На данный момент Готовый Уже С базовой Техникой Титулы Перечислять Я просто Устану Основные титулы Это Того года Хасан стал Призером Чемпионата мира И Хасан До этого Год назад Стал бронзовым Призером Чемпионата мира По ММА Версия Любительская Но Одна из Самых Серьезнейших В мире То есть Если говорить Например Какая там Конкуренция У сборной России Отбираются Семь человек Семь категорий И от сборной России Отбирается От семи До девяти Тысяч Бойцов Чтобы попасть В эту Скажем Так На это Мероприятие И Хасан В финале По баллам По очкам Уступил Бойцу Из России Сейчас Какие планы Хасан Планы На Профессиональные Бои На Арена Рига То есть Файт арена Мы заключили договор Что На 4-5 Боев В год Мы можем Рассчитывать Именно с Хасаном На Файт арену И Может быть Что Скажем Через месяца Два Мы увидим Его в Германии На Три боя Есть Немецкая Профессиональная Сетка Большая Лига Профессиональная ММА И Вот Ему Предложили Подписать Контракт На Три года Ой Извиняюсь На Уже Вот В этой Лиге Будем Надеяться На Успех Потому Что У нас Сейчас Очень Мало Именно Проспектов Которые Несут Имя Латвии На Международной Арене Именно По ММА Есть Михаил Черкунов Все знают Образно Кто Михаил Черкунов Он У нас Был Он У нас Жил Но Он Не Вырос В Этой Среде Этого Бойца Мы Не Воспитали Если Каждый Из Нас Приложил Усилия К этому Бойцу Чтобы Он Был Именно Такой Что Это Своё Сергей Ефимов Хасан Межиев Веснинок Мельников Это Сергей Домнин Можно Назвать Мануэл Саджанян Нас Много И мы Каждый Берлибский С ММА Юрмалы Ребята Прошли Через Разные Школы Конечный Результат Пока Сейчас Здесь Но Не факт Что Человек Не уедет Потом И дай бог И мы Должны Со своей Стороны Способствовать Потому что Мы Поспособствовали Что он Уже Где-то Есть Если Человек Будет В Америке В топ Тим Нам Будет Ого Радость Не обидно Отпускать В своих В В Принципе Это Неизбежность Если Мы Говорим Что Я Менеджер Я Тренер Я Еще И Промоутер И Не знаю Как Назвать Это То Тогда Может Быть Какие-то Договора Там Мы Вложили Столько Денег Отправили Бойца Ну В принципе На данный Момент Мне кажется Что В Латвии Мы можем Держать Бойца Здесь Растить Его Здесь Тренировать Его Здесь А он Может Выезжать На любые Турниры В принципе И жить В домашних Условиях И Также Биться В UFC И В других Мировых Сетках Возрастные категории ребят Которые тренируются Профессионально От и до Да От самых маленьких И до От самых маленьких Самые маленькие У нас Ходят на Кикбокс Да 3-4 года Это маленькие детки Это просто акробатика Это просто Там Какие-то там Движения То есть В 3 года ребенку Уже можно 3-4 года Играется с мячиком Ну Это Скажем так Отдать вообще в спорт Ну Да Это плавание Это акробатика То есть Гимнастика То есть Ну это На данный момент Подготовка базы У нас уже есть Да Вот такие детки Там Линда Аббала Занимается И В принципе Кто уже В спорте Вот В этом году В том году Извиняюсь Мы сделали Новую группу У меня дети Занимаются С 7 лет И вот сейчас Мы Их обкатали В Литве Два бойца Представляли На чемпионате На открытом чемпионате Литвы Наш клуб Вообще по страну представляли И взяли Две серебряных медали Причем порадовали Что Ребята занимаются Полгода На них надели шлема Они бились И в стойке И в партере Боролись И выиграли Один выиграл Три досрочных побед Это уже Это уже важно Что люди не сломались Детки маленькие Аккуратно Их ведем вперед Даже если он Не останется в ММА Он сможет За себя постоять Вот такой вопрос Просто Замечаю Что Каждый клуб Какой-то Проводит Свой определенный Турнир Клуб Грубо говоря Сиваршка Турнир Почему профессионалист Не проводит Профессионалист Не проводит Потому что Зачем нам проводить Если все проводят Турниры Мы просто Применяем На самом деле Провести турнир Это очень сложно И вот Скажем Сергей Домнин Они проводят Большие турниры Для Латвии С каждым годом Качественнее На самом деле Последний Чемпионат Кубок Европы Был по панкрефиону Ну просто Обалденный Турнир Приехало Много команд Без задержек Без ничего То есть Ну на самом деле Без задержек Без путаницы Организация четкая Организация С каждым годом Все улучшается И проводить такой турнир Ну например Я один не смогу Надо большая команда Мы тоже Всегда Тренера все заняты То есть Это надо Это надо уметь Надо техника Надо практика Поэтому мы не проводим турниры А на самом деле Турниров очень много Турниров Где можно просто Поучаствовать Есть Братская Литва Куда мы очень часто ездим Бразильская джиу-джицу Грэплинг ММА Кудо Все что хочешь Пожалуйста Приезжай в Литву И вот Ну все то же самое Да Вот такой вопрос Задаю уже Многим с кем разговаривал Такие два проекта Ну начнем с TFC Team Fighting Championship Да Ты там был рефери Да Я там судил Да Как вообще Относишься к нему Да Это зрелищно Это красиво Но многие На это смотрят И говорят Что это слишком жестко И слишком кроваво То есть Вот как на твой взгляд Что можешь сказать На проекте вообще Я могу сказать Об этом проекте Только как Элемент шоу Как элемент шоу Да Хлебо Зрелищ Да Все больше ничего Если как Профессионального Спортсмена Во-первых Не секрет И Это спорт Двух человек Наш спорт Бойсотский спорт Да Есть соперник Есть ты Да Все Team Fighting Ты и твоя команда Да Это хорошо Да Вас пять человек Но здесь Вот Скажем Элементы спорта Классического Которого мы используем Даже Смешенных единоборств В ММА Бояк Бесправил Можно даже так Выругаться Да Они там не действуют Потому что Ты должен думать За себя За свою команду И будем выражаться Грубо Ты не знаешь Откуда тебе прилететь Да То есть Мы пожали руки Я убегаю И вижу что Где-то Бьется мой товарищ Я просто бегу мимо Бью Боя И бегу дальше А ты бегаешь за мной То есть Это тактика Это техника Ну в принципе Но над этим Надо очень долго И серьезно работать И вообще Ну откуда пошло Это болельщики Это футбольные болельщики Да Стенка на стенку Да Ребята тренируются Насколько я там слышал 200 человек На 200 В лесу То есть Кто-то бинтует Руки Кто-то нет И чем это заканчивается Ну наверное Как вот Вариант шоу Как элемент шоу Да Это неплохо Ну и это интересно Наверное Для публики Мне как спортсмену Ну смотреть Именно на тимфайтинг С точки зрения Там анализировать Бои Как вот человек борется Как он бьется Как он делает Какие-то переводы Мне это не особо интересно Такой проект Как праймфайт Да К нему отношения Все для народа Да Интересный проект Опять же Ну это вот Спорт или шоу Обязательно Да Это спорт Это шоу Это Вот сейчас же Нету границ Такой Если мы берем Олимпийский вид спорта Зюдо Убрали Это 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 Почему Вот не интересно Чтобы были Аплитудные броски А чтобы зрелища Была больше Вот допустим В ноги ходить раньше Можно было Проход в ноги Сейчас нельзя Зато если человек бросает То красиво Да Опять праймфайтинг Тоже да Интересно Люди собираются Людям это интересно И человек который просто Вот там Ботаник Да Он снимает очки И даже вот по-моему Летом Помнишь В Юрмале Не в Юрмале А у аэропорта В этом Да В Бразилии Были бои Кто-то занимается ММА Кто-то просто снял очки И он неплохо выглядит И неплохо выглядит И он даже кого-то И даже выиграл То есть В принципе Здесь тоже спорт Это нельзя назвать Что это не спорт У людей есть Перчатки Есть защита Есть рефери Да Там нет никакого убийства Это никакая не драка Ну как бы Народное творчество Народное шоу А профессионалисты Кто-нибудь участвовал когда-нибудь? Если я не ошибаюсь Нет Не участвовали Хотя мы не запрещаем Да Мы всегда говорим Ребят Вот кто хочет попробовать Пожалуйста Литовцы профессиональные бойцы В прошлом году участвовали Молодцы Все хорошо Вышли Там победили Да Вот летом в Юрмале Россияне приезжали Да Россияне То есть Ну интересно Очень довольны Кому-то да Кому-то это интересно Интереснее чем на стрелке У них было То что проходило Да Ну и клубу обратно Немножечко направим Да Молодежь Куда Как Что Как приходить И чем заниматься Так Все желающие Клуб находится на улице Клеену 4 Клуб профессионал Есть веб страничка наша Есть страничка на фейсбуке Что могу посоветить Просто приходите И все Попробуйте База нужна какая-то Уровень подготовки Или может прийти Человечек с улицы Любой человек может прийти Любой человек Просто немножко Ограничим Нагрузку И поставим С таким же любым И они будут уже Осваивать Технику Там тактику И все Нет пробоваться Конечно все Мы очень открыты Для всех И вот последнее Так мы что-то Прошли этот нюанс Самый старший возраст Который может прийти И который реально Занимается профессионально Самый старший Ну скажем так Наверное 55-56 лет Вот люди ходят Да То есть Ну они не выступающие Они не выступающие Хотя у кого-то Там мелькали идеи Что Может быть Побороться По ветеранам По ветеранам Где-то выступить Потому что В грэплинге В бразильском Джиу-джису В том же самом Панкресионе Есть Ограничения По возрасту И любой Может помериться С силами И выехать На чемпионат Европы Мира Почему бы нет Хорошо Спасибо Я напоминаю Это был Андрей Маслов Надеюсь Мы поговорим Еще раз И ты расскажешь Нам что-нибудь Еще интересное От себя Хочу пожелать Успехов Лично тебе Клубу Профессионализу И всем ребятам Которые там тренируются Побед Побед И побед Спасибо Приходите Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok